Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Птелибова. И вот главные темы этого выпуска. Треть заболевших от всей республики приходится на Дербент. В южном городе отмечен стремительный рост числа больных ковида. Ситуация обеспокоена и в Минздраве. Статистика растет по всей республике. Не хватает бригад скорой помощи. Подробности в интервью Татьяны Беляевой. Не так масштабно, как раньше, из-за ковидных ограничений День студента отметили скромно. О мероприятии, прошедшем в Министерстве по делам молодежи, смотрите в выпуске. Инспектор ДПС отказался от крупной взятки. В городе Дагогни избили бывшего депутата. Об этом и не только расскажем в рубрике Дайджест. Почти треть заболевших ковидом в Дагестане за последние несколько дней приходится на Дербент. Согласно данным статистики городской центральной больницы, ситуация в городе с распространением коронавирусной инфекции почти критическая. В период с 23 по 25 января здесь выявлено 168 случаев заражения. Напомним, в Дербенте один из самых низких показателей по вакцинации в республике. Ситуация с коронавирусной инфекцией у нас на сегодняшний день остается достаточно напряженной и с каждым днем она ухудшается. На сегодняшний день с начала года у нас выявлено 546 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю выявлено 346, что составляет 63% от общего числа выявленных с начала года. За последние две сутки у нас выявлено 168 новых случаев коронавирусной инфекции, что составляет 48% от общего числа выявленных за последнюю неделю. Конечно, хотелось бы призвать жителей города Дербента к соблюдению санитарно-противоэпидемических мер. В общей сложности у нас в городе Дербенте на сегодняшний день вакцинировано 36, ну порядка 36 тысяч человек, что составляет 46% от плана почти 78 тысяч подлежащих человек. Поэтому призываем в первую очередь жителей пройти вакцинацию, а также избегать желательно по возможности мест массового скопления людей. Ситуацию в целом по республике прокомментировала в Рио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. По ее словам, обстановка заметно осложнилась и медикам прибавилось работы. Значительно возросло количество вызовов до 150, до 170 и до 200 по отдельным поликлиникам в сутки. Необходимо сказать, что мы ощутили расходование лекарственных препаратов в амбулаторных условиях. И в субботу правительством республики было принято решение о выделении дополнительных средств на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов в амбулаторных условиях, прежде всего противовирусных лекарственных препаратов. Средства на это выделены. Мы сейчас прорабатываем вопрос оперативной закупки для того, чтобы мы могли обеспечивать противовирусными лекарственными препаратами лабораторно подтвержденные случаи среди пациентов коронавирусной инфекции, для того, чтобы не развились тяжелые осложнения, приведшие к госпитализации. Еще один повод для беспокойства. Болеют не только взрослые, но и дети. Чтобы максимально обезопасить граждан от новых случаев заражения, передачу больным в стационары будут доставлять волонтеры. Хотелось бы обратиться к населению, что мы предприняли меры ограничительного характера при посещении пациентов в условиях стационара. Это вынужденная мера. Мы знаем, как у нас чтят и посещают пациентов, находящихся на плановом лечении. Но сегодня нам необходимо максимально ограничить, чтобы не занести эту инфекцию в стационар. Поэтому просим относиться к этому как вынужденной мере. Все передачи, которые будут передаваться пациентам, будут доставляться до пациентов. Для этого мы дополнительно привлекли волонтеров. Но посещение все-таки лечебных учреждений немедицинским персоналом ограничено максимально. Надо сказать, что у нас заработал, как мы говорили, колл-центр. Сегодня дополнительно к колл-центру по номеру 122 подключился город Каспийск. Это на базе медицинского колледжа города Каспийска. Также развернуто 6 дополнительных мест для оказания консультативной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или для вопросов, возникающих у горожан по поводу коронавирусной инфекции, вакцинации, записи на прием к врачу и плановой госпитализации. Также, по словам Татьяны Беляевой, во всех медучреждениях региона временно приостановлены профилактические медицинские осмотры. Медики советуют при первых симптомах болезни вызывать врача на дом. Представители общепита Махачкалы обещали исправиться и не впускать посетителей без сертификата о вакцинации. В ходе проведенного мониторинга мест общественного питания на предмет соблюдения режима QR-кода выяснилось, что он соблюдается далеко не везде. Напомним, неделю назад мэр Махачкалы Салман Дадаев на встрече с бизнес-сообществом поставил ультиматум предпринимателям. Или двери для непривитых от коронавируса будут закрыты, или же к нарушителям будут применены жесткие меры. Из сегодняшнего дня мы хотим предупредить всех посетителей, кто хочет попасть в наше заведение, предъявить QR-код с подтверждением вакцинации. Наши работники и наши посетители должны быть уверены в безопасности нашего заведения. После беседы с представителями мэрии мы обязуемся не нарушать режим QR-кодов и более ответственно подходить к вопросу соблюдения всех необходимых требований. У нас также обеспечивается термометрия всех гостей, дезинфекция рук. Также мы периодически проводим санпин-обработку залов. Хотим донести до наших посетителей, что к нам можно попасть только после предъявления QR-кода. 140 хозяйств в Дагестане получили субсидии на содержание молочного стада крупного рогатого скота. Эта мера государственной поддержки предоставлялась фермерам в размере 50% от произведенных затрат на приобретение необходимого корма. Правительством России на эти цели регионам было выделено более 10,5 млрд рублей. Наша республика получила почти 356 млн, в которые Минсельхозпродам Дагестана были распределены между 140 сельхозтоваропроизводителями региона. Росавтодор планирует в ближайшие два года в Дагестане установить порядка 30 км линии искусственного электроосвещения вдоль 12 населенных пунктов по федеральной трассе «Кавказ». Об этом сообщает пресс-служба дорожной организации. В настоящее время также ведется разработка проектной документации на строительство обходов Хасавюрта и Дербента. Кроме того, в этом году планируется завершить капитальный ремонт участка автодороги в Бабаюртовском районе возле села Хамзаюрт длиной 9 км. Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил студентов и аспирантов вузов с Днем российского студенчества. Этот замечательный январский праздник является символом молодости, задора, больших надежд на светлое будущее. Дагестан гордится студенческой молодежью за выдающиеся успехи в учебе, достижениях в науке, творчестве и спорте. Убежден, что огромный потенциал, трудолюбие, энергия, целеустремленность дадут вам возможность воплотить самые смелые планы, говорится в тексте. И в продолжение темы. День студента в России ежегодно отмечается 25 января. В этом году из-за ковидных ограничений его отметили не столь масштабно. На базе Республиканского молодежного центра решено было собрать только самых отличившихся студентов дагестанских вузов. Все подробности мероприятия у Васильма Наповой. Масштабные акции и праздничные концерты в Татьянин день в этом году дагестанских студентов обошли стороной из-за ковидных ограничений. Однако активистов и отличников вузов и СУЗов Республики на встречу пригласил министр по делам молодежи Камил Саидов. В неформальной обстановке он поздравил студентов и поделился планами на этот год. У нас очень много активных студентов, потому что как раз таки основным пулом участников добровольчества, основным пулом участников форумной кампании, различных мероприятий, патриотических, это являются студенты учащиеся СУЗов, студенты вузов наших, поэтому это наша основная аудитория. Во время встречи Камил Саидов отметил, что студенты могут внести свои предложения в работу министерства, но и конечно же готов ответить на любые интересующие их вопросы. 2022 год в Дагестане объявлен годом образования, чем выделится, так сказать, министерство, чем этот год выделил памятник для министерства по делам молодежи. И предложение было такое, были, ну где-то 3-4 месяца назад были в госуниверситете, говорили, что проект диалог на равных, он сейчас как бы не привлекается, нет ответственного человека, который за этот проект взялся. Я не знаю, какая ситуация сейчас на данный момент, хотел бы предложить, мы бы хотели в университете организовать такие встречи с вашей стороны, если вы сможете поддержать, нужно бы людей пригласить, сами тоже, что пришли, мы бы могли хотя бы одну встречу в месяц организовать, если министерство может. Министр обещал, что поможет в этом вопросе и обязательно поддержит студентов. Ну а после собравшихся ждал самый приятный момент встречи. Активных студентов, которые внесли большой вклад в общественные деятельности студенческого самоуправления, отметили благодарственными письмами и небольшими подарками. Отрадно, что Министерство по делам молодежи уделяет этому внимание, поощряет активистов и, конечно же, больше желаний появляется участвовать в подобных мероприятиях, общественной работе. Сегодня министерство наградило мне вот такой вот мерч, благодарственное письмо за активное участие в социально значимых проектах, которые реализуются на базе ДАГОСПИД университета. Скоро у нас весна, будут субботники для благоустройства прилегающей территории ВУЗа. Я думаю, мерч мне пригодится. Асельмана Паванур Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Бывает и такое. Инспектор ДПС отказался от крупной взятки. Подробнее об этой и других заметных новостях в кратком обзоре Хамзанру Магомедова. Инспектор ДПС в Новолагском районе отказался от взятки в размере 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено на 54-летнего жителя республики. Об этом сообщает пресс-служба СК России по республике Дагестан. Известно, что подозреваемый не хотел, чтобы на него составляли протокол за серьезные нарушения. Движение по новым обездным дорогам в Дербенте и Хасавельте планируют забустить в 2025 году. Протяженность дорог состоит более 50 километров. На реализацию проекта потребуется около 50 миллиардов рублей. Как сообщалось, ранее к строительству объектов должны приступить в этом году. Обе обездные дороги должны соответствовать первой категории и иметь четыре полосы движения, что позволит пропускать от 25 до 30 тысяч автомобилей в сутки. В Роспотребнадзоре страна отмечает, что в регионах наблюдается не только подъем заболеваемости коронавирусной инфекции, но также велика доля случаев гриппа и других вирусных заболеваний. Ведомстве напомнили о простых правилах, которые помогают снизить риск заражения. Это часто мыть руки с мылом, соблюдать расстояние, носить медицинские маски и другие средства защиты. Трое вооруженных людей напали на бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Изилова. Инцидент произошел в дагестанских огнях вечером, когда Изилов пешком возвращался домой. «На меня сзади напали трое с оружием, свалили и начали бить пистолетом. Говорили, чтобы я успокоился», – рассказал он. Бывший народный избранник уже обратился с соответствующим заявлением в полицию. Село Реча Огульского района получило статус исторического поселения регионального значения. Об этом сообщает Пресс-служба агентства по охране культурного наследия. Это дает возможность участвовать в федеральных программах по развитию малых исторических поселений. Администрация Огульского района уже подготовила несколько соответствующих заявок. Напомним, в Реча расположены памятники материальной и духовной культуры, отражающие этапы культурно-исторического развития огульского народа с древнейших времен до Средневековья. Среди них и памятник федерального значения – Джума Мечеть с образцами народного творчества XIII и XIX веков. Дагестанские лучники завоевали 9 медалей на чемпионате и Кубке России. Соревнования по 3D-стрельбе из лука проходили в городе Орле. Золотые награды нашей команде принесли руководитель сборной Джамал Махтибеков, выступавший в рамках фестиваля лучного спорта, и Магомед Исрапилов в классе составной лук. Помимо этого, в копилке республиканской сборной еще 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Чемпионы России войдут в состав сборной страны и в феврале могут выступить на чемпионате Европы в Словении. Рыгбистка Байзат Хамидова помогла сборной России стать второй на этапе мировой серии в Испании. По ходу турнира в Малаге национальная команда обыграла Бразилию, Англию, Польшу и впервые в истории взяла верх над лидером рейтинга – Австралии. В решающей встрече россиянки уступили команде США. Напомним, Байзат Хамидова выступает на этапах мировой серии уже 10-й год. В составе женской сборной страны она провела уже 200 матчей. И это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на официальном сайте nntv.ru. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова